У Эмира и Хизыра занятия в школе закончились всего 10 минут назад. Они уже переодеваются и готовятся к тренировке. Теперь занятия спортом доставляют больше удовольствия, признаются юные боксеры. Открывшийся спортивный зал отремонтирован и пополнен новым инвентарем. Я была в Киеве, и там груза не было, зеркала не было. А с их появлением легче заниматься? Больше? Мальчикам повезло, что получать знания и заниматься любимым видом спорта они теперь могут, не выходя из одного здания. Спортивный зал расположен в пятой школе сельского поселения Икажева. Он заработал летом прошлого года. Идея открыть здесь секцию по боксу принадлежит тренеру Тамерлану Амсадуеву. Тамерлан уже более 20 лет работает тренером по боксу. Рассказывает, что поначалу здесь не было никаких условий. Сейчас же, после обращения к партии «Единой России», им помогли организовать ринг, зал для спаррингов, приобрести боксерские игруши, перчатки, лапы, провели вентиляцию. Все, что нужно для этого вида спорта здесь есть. Поскольку я сам тоже житель этого села, я давно хотел тоже обосноваться, именно в Икажу работать, заняться спортсменами, детьми. Потому что сельские ребята, они даже намного физически такие, более трудолюбивые бывают. Сейчас здесь уютно и тепло. Не скрывают спортсмены. Посмотреть, в каком состоянии спортивные помещения после ремонта, приехали представители партии, местные депутаты и муниципальные власти. Вот боксерская самая ринг, потом проведены ремонты, косметический ремонт. Вот, поскольку мы сейчас видим, их работу тут видно. И дети с большим удовольствием, с интересом теперь уходят, занимаются. Также в спортивном зале появились душевые кабины. Их установили в короткие сроки после обращения к партийцам. Средство для этого выделил секретарь местного отделения партии «Единая Россия». Мы обязаны, эта партия, вообще «Единая Россия», партия для народа, партия. И мы обязаны выслушать граждан, принять меры, помочь. И также у нас есть планы дальше помогать. Здесь тренируют и не только будущих боксеров, но и дзюдоистов и лучников. С момента реконструкции зала, а это всего-то чуть больше месяца, число детей, желающих заниматься спортом, резко возросло. Теперь у тренеров около 60 воспитанников. Ну а приятные изменения на этом не заканчиваются. В помещении, отведенном под спортивные секции, есть еще два свободных зала. В них тоже уже начался ремонт. У нас остались недоделанные помещения. Вот коридор полностью, плитку положить. Слева у нас должен быть зал, актовый зал у нас получается. Там у нас будет большой экран, стулья и также комната отдыха у нас там. А для чего? Это получается, чтобы дети заходили, отдыхали и родительские собрания устраивали. Рядом еще один зал. Функционально, чтобы подтянуть детей физически. Здесь планируют разместить тренажеры. Местные власти, в свою очередь, обещают поддержать юных спортсменов и по возможности создавать им условия для занятий спортом. Тренажерный зал на себя взяли. Мы положим туда ковролин и актовый зал положим ковролин. И один тренажер мы приобретем. Еще год назад это было заброшенное пустое помещение. Сейчас же это возможность совершенно бесплатно вырастить новых спортсменов. Конечно, вопросы еще остаются. Так, к примеру, за чистотой в секции бокса тренеры и воспитанники пока вынуждены следить сами. Средств на технический персонал нет. А некоторые тренеры-альтруисты занимаются с детьми на благотворительной основе, не жалея ни своего времени, ни сил ради спортивного будущего региона. Диана Дударова, Магомед Шаухалов. Новости 24.